25-летие гребли на лодках «Дракон» отметили краевыми соревнованиями на байдарках и каноэ в поселке Лазовом партизанского городского округа. Более 350 спортсменов приняли участие в завершающих стартах сезона на гребной базе «Олимпийская». На торжественном открытии участников поздравил министр физической культуры и спорта «Приморье». Сегодня здесь находятся, я бы не побоюсь сказать этого слова, родоначальники этого вида спорта в нашей стране. Команда, которая впервые в 1998 году выехала на соревнования в китайский город Юянг. И по прибытию с этих соревнований началось вот такое развитие и шествие уже по всей нашей стране. Сегодня была организована дисциплина гребля на лодках «Дракон» Д-10, Д-20 в рамках Всероссийской Федерации греблях на байдарках и каноэ. Сейчас это общепризнанный вид спорта. Поздравление со знаковой датой принимал тренер первой команды по гребле на лодках «Дракон» заслуженный тренера России Владимир Шувалов. Под его руководством приморские гребцы поднимались на пьедесталы чемпионатов мира, Европы, Азии и России. После первых заездов наших «Тигров Владивостока» на чемпионатах Европы и мира у нас появились последователи. Это юноши, которые стали в Китае в 2004 году уже чемпионом мира среди юношей до 19 лет. Лучшим доказательством популярности этого вида спорта стал Кубок Приморского края на озере Тёплом. За медали боролись юношеские, женские, мужские и смешанные десятиместные экипажи из Владивостока, партизанска и находки на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. По словам старшего тренера сборной Приморского края, соревнования в таком формате проходили впервые. Количество участников достаточно высокое. У нас порядка 350 участников находятся в этих соревнованиях. И очень приятно, что из них это более 100 участников, это юниоры. У нас впервые участвуют 9 команд юниорских. Мы еще никогда не было. По результатам соревнований обладателями Кубка Приморского края среди женских экипажей стала команда «Аквамарин». Среди смешанных экипажей – грибцы «Аутриггер Владивосток». Среди мужских – команд «Тигры Владивостока». На дистанции 200 метров золотые медали выиграли спортсмены команды «Пигмалион» из краевой спортивной школы Олимпийского резерва. На дистанции 500 метров отличились грибцы из спортивной школы «Сучан». Отметим, в Приморском крае к 2030 году планируется достигнуть 70% регулярно занимающегося физической культурой и спортом населения. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.